Виталий, приветствую тебя! В начале новой недели мы с тобой, так уж сложилось, действительно открываем неделю очередным эфиром с обзором самого интересного, что нам кажется, в плане возможностей технических, фундаментальных. Делимся рекомендациями, советуем конкретные сделки, которые можно в моменте сейчас реализовать, где кроется самый большой потенциал, и надеемся, друзья, что эта информация вам полезна, вы ее используете и так далее. Виталий, я предлагаю тогда демонстрацию экрана и сразу поговорим о том, что обсуждали в прошлый раз. Мы, кстати, с тобой, когда проводили последний эфир, это было в среду, как раз за несколько часов до оглашения итогов заседания американского регулятора, ну и, разумеется, конечно же, настраивали всех вас, друзья, на очень высокую волатильность, потому что события важны. И действительно, по факту оглашения итогов заседания американского регулятора, мы увидели, насколько динамичными могут быть движения, потому что все-таки новости такого масштаба не проходят бесследно для финансовых рынков. В частности, самое интересное и самое важное, что сейчас нужно усвоить уже по итогу, то, что американский регулятор, как и ожидалось, подтвердил свои намерения проводить исключительно мягкую денежную кредитную политику. Без каких-либо ужесточений, без изменения процентной ставки, без увеличения и даже изменения в целом текущих объемов программы количественного смягчения. Потому что понижательные риски сохраняются, экономика нуждается в помощи. И самое, наверное, худшее, что сейчас можно было бы сделать, это, собственно, ручно ужесточить условия того же самого кредитования. И, конечно же, регулятор этого делать не стал. И я так понимаю, что он не будет этого делать, пока не удастся достичь целевых показателей по занятости и по инфляции. И, по мнению самого же самого регулятора, произойдет это, в лучшем случае, как бы на медиане между концом 2022 года и началом 2023 года. Конечно же, очень много времени до вот этих потенциальных изменений денежно-кредитной политики. Вероятно, может случиться так, что экономическая экономитура улучшится настолько, что все-таки ФРЭС передумает и начнет менять политику раньше. Но мы работаем с тем, что есть в моменте сейчас, а текущие условия таковы, что я все-таки останусь привержен идее того, что мягкая экономическая политика, которая проводится регулятором, это все-таки негативный фактор для американского доллара. Первая реакция, которую мы увидели по итогам заседания ФРЭС, это вот снижение, вот эта мощная свечка. Правда, развитие дальнейших распродаж так и не последовало, потому что в игру вступили доходность американских облигаций. И десятилетки, собственно, которые, по-моему, даже, сейчас у меня график открыт, 1,75%, это на закрытие прошлой недели, локальный максимум мы по ним видели. Конечно же, вытащили бакс, позволили ему у вас пять духа. Мы видели, что в пятницу вот этот интенсивный рост. Сейчас мышка моя видна, или только график. Но вот тут как раз последовали до пика 92-18. Сейчас вот в районе 92-х консолидируемся. Эта неделя тоже очень важна для доллара, потому что сразу три выступления Павла сегодня, во вторник и в среду. Сегодня он будет говорить об инновациях в инструментах, инструментарии по контролю за рисками. Ну, с учетом того, что у ФРС есть мандаты действия определенных, и, может быть, что-то интересное Павел расскажет. Но я все-таки больше жду его выступления во вторник и среду, потому что вторник и среда – это своего рода анонс потенциально других действий решений регулятора по тому, как американская экономика за счет ФРС будет бороться с последствиями ковида. И здесь я все-таки, Виталий, знаешь, на что рассчитываю? Я рассчитываю на то, что в этот раз Павел, который видит, что его последняя риторика никак не сказалась на ситуации на долговом рынке, все-таки попробует сделать такой спекулятивный, словесный вброс о том, что при необходимости ФРС может увеличить объемы программы количественного смягчения, как это сделал две недели назад Европейский Центральный Банк, подняв как раз лимиты. Если такого рода заявления мы услышим, то это развернет курс доллара. Если же по итогам этой недели, опять же, мы поймем, что больше покупателей сопротивляются продавцам и в итоге утягивают индекс доллара выше локальных максимумов, то, может быть, нужно будет уже пересмотреть свое отношение к доллару. Но пока в рамках недели я ставлю на то, что ФРС может попробовать еще изменить ситуацию на рынке американских трежерис, и если она это сделает, то снижение доходности, которое, кстати, в моменте идет, вот сейчас уже по 10 лет, там 1,68%, 3% теряем мы с открытия дня. Это снижение в конце концов может утащить индекс ниже. Для тех, кому нужна конкретная сделка, кто ранее еще не продавал индекс доллара, я рекомендую селл-стоп с уровня 91,90%, при этом стоп-лосс 92,50% и ждать уже инструмент ниже 90 пунктов. Евро-доллар, который также отреагировал на решение регулятора на итоги заседания ФРС, в моменте улетел почти к уровню 1,20%, скорректировался. Я здесь по безубытку, признаться, вышел, пока что я сегодня порекомендую работать с другим инструментом. По золоту был у нас вайлимит, причем с отметки 1720, сейчас котировки 1728, но если продавят снова ниже 1720, то, опять же, лучше будет выйти по безубытку. Сейчас мы значительно выше. И сегодня сделка это по фунту, байстоп с уровня 1,3890, сейчас котировки 1,3840. Я все-таки рассчитываю на то, что потенциальное снижение доллара должно будет привести к интересу, к риску. Но вот с евро не очень-то удалось на прошлой неделе, рост вроде бы как был многообещающим, но вот евро быстро продали. По фунту есть еще такая новость, которая делает вот этот новостной фонд более позитивным, национально, фундаментально. Это связано с компанией по вакцинации. Уже почти 38% населения получило вакцину. Я все-таки верю в британскую экономику, опять же, общаясь с коллегами, многие верят и в британский фондовый рынок, что восстановление будет, может быть, самым динамичным среди стран вот этого основного эшелона ЕС, хотя я понимаю, что Англия это уже не часть Европейского союза. Но больше акцент все-таки, конечно же, на снижение курса доллара и то, что на этом сможем вытащить фунт выше уровня, который отметят. Короче, повторяю, сделка байстоп 1,3890. Ждем выше уровня 1,40, стоп-лосс 1,3840. Виталий, слово тебе. Видно рабочий экран? Кстати, по поводу Британии, ты закончил на ней. Там был недавно скандал небольшой в Британии, Ирландии по поводу, ну, там же очень жесткий локдаун. Там показывали, что там пустые госпиталя в Британии, там журналисты где-то пробрались, все пустое. И в Ирландии тоже, поэтому, ну, оно в СМИ все закрывается, но и моменты. Так, давай я пройдусь по тем идеям, которые я в прошлый раз говорил. Их было достаточно много, около 4 штуки. Была идея по фунт-доллару, шорт. Мы, кстати, тоже ее шортили. Это вот с этой отметочки по фунт-доллару мы шортили. Мы, кстати, благополучно вышли из фунт-доллара перед новостями. В каком формате? Часть закрыли, когда он немножко падал, около 40 фунтов. И ставили безубыток, вышли по безубытку на вот этих новостях. На текущий момент по фунт-доллару у меня чуть-чуть другое мнение, как и по всему рынку. Хотя все возможно, возможно, индекс доллара уйдет вниз, евро-доллар вверх. Но пока эти планы, они очень низкие. Поэтому я пока по фунт-доллару за шорт. Я думаю, что он будет падать. Только вопрос, откуда падать? С текущих. Конечно, хотелось бы зашортить чуть-чуть повыше. Если мы откатим хотя бы в район 1.39 с стоп-лоссом за вот эти хаи 1.40, можно рассматривать шорт по данному активу и падать, в принципе, одну-две фигуры мы можем. Можем, конечно, из текущих падать. Пока такой идеальной точки не вижу. Желательно, чтобы мы сформировали сегодня какую-то откатную дневку. И дальше уже будет понятно, что игрока. Так, пока целится где-то в районе 1.39. Можно с стоп-лоссом выставить. Это не с стоп-лоссом, а с стоп-лоссом на 1.40. Пока зашорт по данному инструменту. Можем падать из текущих. Хотелось бы чуть-чуть, конечно, повыше, потому что у нас такой образовался канал по фунту. И шортить на минимуме канала как-то можем еще уйти к верхней хранице. Достаточно большой стоп-лосс будет. Дальше была также идея по австрийскому доллару. С нее тоже благополучно вышли. Я говорил о шортах по данному инструменту. У меня здесь была такая неплохая модель, что вот это прошел импульс локальный. Накопление, мы уйдем вниз. Мы ушли вниз, но ушли вниз локально. Ну как, в принципе, если брать от флистский доллар, то от R 50 пунктов мы прошли. Это там, где я шортил. А там, где уже на битве давал, где-то вроде там 1.0. 77.30. Говорил о шортах. Локально мы, в принципе, отработали. Здесь тоже перед новостями мы выходили с этой сделки, потому что, вот, если взять среду, вот, именно перед заседанием ФРС, прям, то все инструменты, там, фунт-доллар, новозеландский доллар, австралийский доллар, они росли в сторону доллара. И один только евро-доллар стоял на месте. Дальше, вот. Ну и евро-доллар, была рекомендация на покупку. Я не с текущих давал, вот это у нас среда, а давал там лимитами входить на байстопы, несколько вариантов байстопов выставлял. Мы, в принципе, локально отработали идею, я ожидал выше, сам находился в евро-долларе. И когда мы уже в четверг утром сделали вот этот локальный импульс обратный вниз, мы здесь протарховались, здесь такой уровень себе нарисовал был, я его уже брал. То я вышел с евро-доллара полностью, то есть сказал закрывать покупки ребятам, потому что, скорее, здесь модель была в шорт. Она, в принципе, по всем инструментам рисовалась одинаково. На текущий момент, что я могу сказать по евро-доллару, ну, его как-то сильно скидывают. Как уже сказала, как и фунт-доллар, и индекс доллара тоже выкупает сильно. Поэтому пока за шорт по евро-доллару, конечно, шансы есть еще, мы здесь находимся возле поддержки. И если мы пройдем вот эти хайи в районе 1.20, то, возможно, моя риторика по евро-доллару будет меняться. Но пока у меня такое ощущение, что мы будем продавливать вот эти минимумы и дальше очень-очень сильно падать по евро-доллару вниз. Мы будем, конечно, через какие-то коррекции, возможно, идти вниз. Но пока покупка еще как вариант, она возможна, потому что если у нас вот этот рост, который был снизу, это импульс прошел, хотя он под вопросами, вот эта все коррекция, она сейчас такая сложная, она достаточно медвежья, потому что мы даже в среднем сделали такой небольшой импульс наверх, мы его более 100% поглотили. Это нехорошо для боков. Поэтому пока я буду за шорт по данному активу, ну, точка входа можно, скажем, выставить селл-стоп, это вот ниже пятничного минимума, где-то получается, в районе там 18-60. Если мы его уже, думаю, будем пробивать, конечно, как вариант еще можно выставить селл-лимит вместо селл-стопа, где-то на отметке, получается, вот пятничного хая. Если мы его сегодня пройдем, протестируем, закроемся ниже пятничного хая, то тоже можно будет говорить. Но я думаю, это уже будет ближе к среду, уже какая-то более точная картинка нарисуется по евро-доллару. Поэтому пока по всем инструментам зарос доллара, вот аналогично индекс доллара, ну, тоже, как ты уже сказал, мы сделали неплохое движение вниз, и мы его всего отработали. Конечно, еще, как и по евро, пока мы не обновили вот этот исторический максимум, шансы на шорп еще сохраняются, но нужно сегодня какой-то сильный импульс вниз, и потом уже говорить о шорпа. А так у нас, как я уже сказал еще, вот, когда мы проводили в декабре прошлого года, то здесь, ну, такой у нас был вебинар по поводу перспектив евро-доллара и S&P 500, я говорил, что индекс доллара, скорее всего, в ближайшее время развернется, и он, в принципе, так и развернулся, да, посмотрим, это уже разворот полноценный, или это всего-навсего коррекция, то есть время покажет, ну, и мы, как всегда, будем корректировать свое мнение. Ну, и плюс, последнее, о чем я еще говорил, в прошлый раз это был биткоин, говорил о шортах, где-то на отметке, одно здесь торговались, 57, говорил, где-то в районе еще 58, мы можем подрасти, подросли, чуть даже выше, стоп-лоссы, я говорил, ставить за вот этот хай вот этого бара, который у нас был в районе 61 тысяча, немножко мы падали, но как-то его тут чуть-чуть выкупают, желательно, чтобы его сегодня придавили вниз, там, сегодня-завтра, чтобы заворачивали цену вниз. Ну, еще плюс, ну, пока сохраняю свое мнение по биткоину, что будем идти вниз, но желательно, чтобы его придавили, потому что вчера пытались падать, у рынка 54 тысячи откупили, сегодня пытались, но откупают. Ну, S&P 500. Да, кстати, вот по поводу фондового рынка, интересный будет твой комментарий, что думаешь? Я думаю, что здесь то же самое, похоже, что-то на евро-доллар, и на фунт-доллар шарты какие-то рисуются, потому что, ну, все-таки вот те покупки, которые мы о них говорили, и ты неоднократно, они отработались локально, что мы сделали? Мы обновили исторический хай, хай февраля, сделали такую ловушку для боков, которые там пробили новый хай, покупаем, и сделали достаточно сильный импульс вниз, и сейчас какая-то коррекция, возможно, в косинке будет, как и по евро-доллару, и по фунт-доллару, и я думаю, что, возможно, мы дальше будем падать, и если мы где-то, ну, у нас какие цены сейчас, 38-95, где-то в район там 39 с копейками, 39-20, если мы подрастем, здесь проторгуемся неплохо со стоп-лоссом и за хай, можно говорить о шортах, обязательно ставить стоп-лоссы, потому что можем дальше улететь вверх, но прошел достаточно сильный импульс, и плюс тоже золото сильно скидываю. Поэтому пока, вот я так по медвежьему смотрю, по всем этим активам, это S&P 500, биткоин, евро-доллар, фунт-доллар. Конечно, картина может смениться, она еще, потому что, как я уже сказал, евро-доллару, есть шанс идти наверх, нужно сильным импульсом продавить вот это все падение, и потом уже, ну, это ближе, наверное, в среду, возможно, снова Павел что-то скажет, и, возможно, картинка как-то сменится, но пока как-то все медведь явно придавливается. Ну, вот как раз в среду ближе к делу, действительно, посмотрим, как там настроения будут меняться, до среды точно мы уже сможем предварительно послушать себя Павла во вторник, все-таки самый большой акцент я делаю как раз на его выступлении во вторник и среду. Ну, кто знает, может быть, действительно, к среде, нашему с тобой следующему эфиру, уровни будут уже совершенно иными, и тот же самый индекс доллара прорвется выше 92.50. Действительно, рынок самая непредсказуемая штука. Мы стараемся, исходя из своего видения, опыта накопленного, все-таки попробовать спрогнозировать наиболее вероятные изменения, которые могут произойти с котировками, но до конца знать мы, конечно же, не можем. Поэтому с Виталием вас традиционно призываем, контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов. Риск-менеджмент прежде всего на вас, друзья. Виталий, тебе большое спасибо за твою точку зрения, за такой обзор практически всех инструментов, которые сейчас представляют интерес. Ну и до скорой встречи в среду. Классной тебе недели. Пока. Пока.